Сегодня у нас на связи заслуженный художник ПМР Василий Рудиага. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Есть повод встретиться. По вашим рисункам выпускают памятные монеты. Скажите, каково это рисовать на деньгах? На деньгах? Разрешено? На деньгах нельзя. Эти купюры потом не примут. А что сложнее, эскиз монеты или дождливый террасполь написать? Я не знаю как, это все-таки разные вещи. Дождливый террасполь это живопись, а это все-таки графика. И мне очень, я скучаю, кстати, по графике, потому что где-то последний раз что-то серьезное делал, это для агропромбанка, настолько я помню, календарь. Там было 12 графических портретов. Это был такой серьезный заказ. Василий, а какое количество монет уже выпустили по вашим эскизам? Значит, было объявлено 96. Итого. На самом деле 94. А пересчитавши, видимо, я пересчитал еще раз, видимо, несколько, два раза посчитал те монеты, я их откладывал, потому что их показывать вам нельзя. Вот те, которые последние, до того, пока монеты не выйдут, не будут выпущены, я не имею права их показывать вам. Поэтому я их раз и второй раз пересчитал. Было 94, на самом деле 89. Я хотела сказать, может, они там размножаются, а не наоборот, куда-то бегут. Сами нет, это точно. Как в мультике, да, 89 получилось у вас попугаев тогда. А у вас, получается, вся коллекция собрана, да, всех монет, которые... Вы рисовали, да. Там, понимаете, как, до определенного времени я заказы делал. И это были вот заказы, первый банк, что сделал, то и выпустили. А в конкурсе, допустим, я сделал сейчас 9 монет, а выиграли 5. Поэтому те 4, которые не вошли, я в сторонку эскизык выбираю. На следующий год, да? А вот скажите, а есть любимая... А на следующий год будут другие. А есть любимая монета из сотворенных вами? Любимая монета, ну... Где же она, да? Как вам сказать? Да, самые первые, видимо, они и есть, самые любимые. Потому что я их делал как серебряные, а их выпустил банк золотыми. Ох! Вот эскиз серебряные, а они пошли золотыми. И чем они интересны и примечательны, это тем, что по монете, по старинной, найденной, значит, Бендерской крепости, 1700 год, и выпущены они были из пушек, старых пушек, насколько я знаю, которые там переплавляли и делали из них монеты. Так это, получается, подделка, что ли? Ну, не подделка, а новое, так сказать, веяние такое. Нет, новое прочтение, да, новое прочтение старого, понятненько. Ну, смотрите... И вторая вот такая, Россия... Это тоже золотая, получается? Да, Россия в истории Приднестровья. То есть я делаю тоже, как серебряная, она пошла, Екатерина вторая, императрица Екатерина вторая, и годы жизни. Она пошла золотой. А есть разница, на каком номинале выпустится ваша идея? Ну, вот, или, допустим, в каком металле, или в каком металле? Ну, я поначалу тоже, как бы, возмущался, почему пять копеек, а монета золотая? А ее номинал пять копеек. Да, да, да. Мне сказали, чем меньше номинал, тем она дороже ценится. Поэтому я просто не все эти нюансы знаю. Не зря говорят народе «мал, золотник да дорог». Это точно. Ну, вы знаете, сейчас время современных технологий компьютерных. Существует масса программ, которые помогают художникам рисовать. Да, это и Adobe Photoshop, и Adobe Illustrator, и так далее, и тому подобное. Но я знаю, что вы до сих пор рисуете карандашом и пользуетесь карандашом и резинкой. Почему? Old school. Дело в том, что когда я только начинал работать, мне, значит, объяснили, что лучше всего принимают на монетном дворе работу ручной работы, эскиз ручной работы. Потому что ее легче обрабатывать компьютером, там уже, и легче уже тогда объем искать скульптору, который режет эту монету. А сейчас как-то на это не сильно обращают внимание новое руководство. Да, и современные художники не очень-то карандашом, по-моему, владеют. Они больше фотошопами. Про строенцы, Василий. Давайте поговорим про строенцы из последнего эскиз села строенцы. Почему именно они? Просто была задана тема «Строенцам 320 лет». Я сейчас просто в руках держу эту монету, я ее не имею права показывать. Зато мы знаем, что она у вас есть. Просто могу вам рассказать, что на ней изображено. Поискал, посмотрел. Я и был там, в принципе. Ну, село возле Днестра. Здесь излучина Днестра, и с левой стороны вот эта башня ветров. Сами-то на башне были ветров? Ну, а как же. Да. Когда-то был, но очень давно. Ну что ж, Василий, спасибо огромное, что были с нами. Мы вам желаем побольше денег. И не только, да, по вашим эскизам. Всего доброго, крепкого здоровья. И до новых встреч. До свидания. Спасибо. И вам тоже здоровья. Всего самого наилучшего. С праздником вас. До свидания. Всего доброго. Ну, а у нас на очереди художественная школа. Преемники, так сказать, мастеров холста и кисти Анастасия Василькова любовалась работами юных художников.